Дорогие зрители нашего канала, братья и сестры во кресте, от лица священника отца Сергия Бирюкова хочу поблагодарить тех, кто увидел ролик и откликнулся на призыв о помощи. Батюшка всех благодарит и молится. Прошу не оставлять семью священника и всем расположенным к батюшке и его семье всячески их поддерживать. Отец Сергий много благовествует, несет весть о Господе и у него не всегда есть время добывать хлеб насущный. А сегодняшнее мое обращение просто свистать всех наверх. Многодетная мать Елена Скрынник и ее шестеро малолетних детей под угрозой от государственных служб рискуют замерзнуть наступающей зимой. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко на свете земной в Твоих благ, а не лиши нас небесно от Твоего Царственного, яко посреди учеников Твоих пришел вести и спаси них даяем. Приди к вам и спаси нас, слава Твоих Сын, Твоего Духа, в времени и пресно его веки и веков. Аминь. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты нас не оставляешь, за то, что Ты нас питаешь, за всех наших благодетелей и кормящих вас. Господи, пристаем всем. Аминь. Сынши, это наша мама. Я знаю, что это ваше мама. Я смотрел, как вы там работали на поле, как морковку, сорняки дергали, я видел. Про тебя говорят. Помнишь, как у Игнатик на себя дергали сорняки? Я видел. Это дневный, я помню. Потеряющий. Ты расскажи, Маша, тебе понравилось-то в лагере в детском? Нет. Почему? Потому что Роспотребнадзор помешал, да? Да. Что, испугали тебя этим Потребнадзором, да? Ну. Здесь комиссия, Биба. Комиссия, говорит. Ну, они, видимо, дети уже знают эту комиссию, да? Конечно. Они приехали, сразу кричат, там комиссия, комиссия. Теперь нас не пустят в лагерь. Ну, а ты что, сама рассказываешь детям о том, что эта комиссия... Ну, они не маленькие, они сами все слышат, они все понимают. Конечно. Они понимают, что такое комиссия. К нам же тоже приходило органы опеки. Они понимают, что такое комиссия. Дети боялись их, да? Ну, да. Они вообще чужих всех боятся. Не каждому доверяют. Кто из вас Маша, а кто София? Я софия, да? Ты софия, да? Что? София. София. Мария. Они путают К и С букву С. София старшая, да? Нет, Мария. А, Мария старшая. Ну, я вот смотрю так, знаешь, они все равно разные в чем-то. Духовно, наверное, они разные. Ну, да, одна постоянно плачет, а другая такая... Я, 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 я вперед. А папа где ваш есть? Мы его депортировали. А почему? Как это произошло? Ну, он работал в Санкт-Петербурге. Он евроотделочник хороший. Повар. И там у него было с документами нарушения. Они летали через Украину. И там что-то неправильно сделали с документами. Два административных нарушения. Новый закон Путина вышел и депорт у них. И вот, а здесь, когда, ну, в Варнауле уже начал работу, стали оформлять новые документы сейчас же для иностранцев. Вот. И гражданство хотели оформлять, все делать. И ему через три дня пришла повестка, что за три дня выехать из России. Запрет на дальнейший въезд потом. Ну, как и теперь ему невозможно въехать на территорию, да? Ну, пять лет. Ну, полтора года уже прошло. Вот Насте, я как забеременела, его депортировали. Ну, а там, как, ничем он тоже, работы нет никакой, да? Ну, там на Корши у них на столице или на этот, на Ташкент есть работа. А в деревне-то в ауле нету, там же кишлак у них. Ну, и он не помогает вам ничем, да? Нет. Возможности нету такой. Ну, мы поначалу звонили, а потом вот я, ну, про церковь говорю, что я ходить начала в церковь. И вот что сейчас хочу креститься. И вот что, ты тоже должен к Богу прийти. И у нас какие-то разногласия пошли. Мне такая жизнь не нужна. Он Аллаха верит, признает Аллаха, да, Богом? Да, но он, ну, да, он как, но он не молится, как и положено мусульманам. А, ну, тогда он не мусульманин никакой. Ну, да, он и признает, один раз вот у них праздник Рамазан там, что сходил, и все, и за этот день все грехи простились. И как вы вот живете вот эти полтора года вообще, кто помогает, люди какие есть рядом? Дмитрий Ростовский храм нам помогал, прихожане, именно. Вот, ну, там какие женщины такие же, вот, ну, одинокие еще какие-то, у кого они безразличные продукты приносили, и крупы, и масло, и вот, ну. Ну, приносили, а сейчас не помогает никто, да? Сейчас я оформила инвалидность на ребенка, ребенок-инвалид Анастасия, и у нас, это около 20 тысяч, как бы, на еду нам не так будет хватать уже, но я не обращаюсь сильно. То есть у вас семеро и 20 тысяч на еду, а чем, чем? Конечно. Ну, огородик у меня одна сотка маленький, там у нас помидоры, огурцы, вот летом пока нормально. Ну, крупы, крупы я с церкви беру, я их не покупаю, крупы, я в основном покупаю такое молочное и, ну, фрукты, яблоки там. Ну, а льготы, льготы от государства есть какие-то у тебя? Ну, я не знаю, я их еще не оформляла, там есть 50% на свет ребенок-инвалид. А за землю надо платить 100%, да? Да-да-да, земля, земля, я еще тоже, я не платила уже год, я с ней как-то не до земли мне, не смотрела документы, я только мусор, вода, вот, плачу и свет. Ну, вот, у меня долг за зиму собрался 96 тысяч, долг, я сейчас по 6 тысяч каждый месяц рассрочку, потому что печка была сломанная, состояние, печка вообще не работала, она дымилась, и мы обогревались обогревателями. Ну, ты понимаешь, что вам так или иначе придется съезжать, видимо, на зиму, потому что это не просто так установить, а оттеплитель и систему все, это как минимум месяц на это уйдет, а как вы будете замерзать, что ли? Ну, и обогреватель электрический, вот в этой комнате же можно поставить обогреватель, до декабря еще есть время. Давайте посмотрим, в каких условиях Елена вынуждена прожить всю зиму. Сейчас начало сентября, а в Барнауле по ночам заморозки. Вот это у нас две комнаты, это у нас кухня, это у нас Андрей первый классный человек, такой красивый мальчик. Настенька у нас спит, здесь маленькая наша вот эта Настенька, здесь Маша с Тоней, ну, вот остальные дети, вот так, мы спим все в одной комнате пока, потому что возможности нету. С храма немножко тут один начальник, он помог, Господи, дай Бог ему здоровья и детям его всех благ. Так, это вот, это за его средства было построено, нам строили узбеки вот здесь, вот одну комнату, мы мечтаем, чтобы здесь была теплая комната, чтобы мальчики здесь жили отдельно от девочек. Вот, поставить две кровати бы здесь, и потом... А дверь у вас как, не закрывается, я посмотрела, что там вообще дверь? Да, вот тут с дверями у нас проблема, тоже. А какая проблема? Ну, я не могу, то, что нам смогли вот это сделать, вот только защёлка, да? Да, и она вся, она в дырках такая, видите, дом был наклонённый, и тут вот, в общем, она продувает холодно, это нужно всё тоже переделать, конечно. То есть замка нету, и она рассохла, да, по-видимому, раз она не закрывается? Замок есть на весной, здесь, так, ну, ну, так есть, старые, старые двери. Ну, там у нас огород есть небольшой, у нас кремонт, здесь, смотри. Вот этот огород у нас. Это какой, вот у вас напополам соседи? Вот этот вот до конца, вот там вот уже соседи какие-то тоже, все богатые тут вот. А, то есть тут вот забор, который вот бетонный, да? Да, это вот соседи уже там богатые, вот эти вот, женщины тоже какая-то с администрацией, откуда они? Вы что-то садите? Да, я Викторию посадила в этом году, огурцы, помидоры, кабачки, тыкву, вот всё на той вот одной сотке. И туалет. Ну, хорошо, и урожай вырос. То есть, получается, два туалета? Да, ну, вот девочкам один туалет, а один мальчикам. Отдельные мальчиков и девочек. А там у вас на два хозяина, да? На три. На три даже? Да, вот здесь вот ещё, вот тут хозяева. Ну, там инвалиды такие, пенсионеры, бабушка. Здесь вот женщина, она маленькая, болеет тоже с головой, что-то плохо ей. Ну, такие у нас все немощные. Здесь никто ничего не может своими силами делать. Это все на пенсиях. Так вот мы сходим вот здесь, пока нет ничего. Здесь окно должно быть вот здесь. Вот это окно, мне тут надо заделать, мне так закладывать. Я так закрыла, что это прям на улице. Надо заделать. Господи, за всё, слава Богу. Да, слава Богу за всё. Ну, вот эта ограда... Господи, помоги нам. Вот должно быть вот так. Мы должны, вот если по-хорошему, да? Потому что власти не отказались мне помогать. Я решила сама обратиться к Богу, к людям. Аминь. И чтобы люди с помощью Божьей помогли. Ну, вот мы должны, по идее, сюда зайти, да? Вот так. Здесь вот хотели котел поставить. Мы его уже будем. Угу. И у нас вход, получается, тогда вот отсюда будет. Вот отсюда. Вот так, наверх. Ммм, лестница будет у вас. Да, да. Ну, здесь тоже сколько работаешь. Ну, да. Ну, что-то нужно делать. Ну, перспектива, по крайней мере, есть. Да. Просто это нужно закончить. Просто я все выкупила, этот материнский капитал у своего мужа, все вот, в общем, это уже в собственности на детях оформлено, что если делать, это детям достанется, уже хоть что-то, да, может быть, может быть. Да. Нашлись бы добрые люди-то. Да, есть добрые люди. Нам вот этот один человек, он дал нам 70 тысяч, но нам не хватило на котел. Это не хватает, нам еще окошки и дверь надо. Хотя бы окна и дверь еще. Сейчас я еще сниму, где вот у вас дом сам, вашу улицу. Да, это. Вот соседи, столько соседей, целая улица. Да, там много детей, там тоже девочка. Тоже мужчины есть, и никто не помогает. Мнагодетная тоже вот семья там живет, четверо их. А они с кем живут? Ну, у них отец есть. Да, они с отцом живут. Здесь много ребятишек, но вот площадки нету даже, где поиграть вот детям. Вот здесь они начинают бегать возле елочек, их оттуда гонят. Они не позволяют... То есть хозяева этого дома, да? Да, они говорят, елочки, ты знаешь, какие дорогие вот эти ветки. О, Настя проснулась. Сейчас, минутку. Ой, Настечка пришла. Типа, с нуля, с нуля, с нуля. А, спала. Вот, помошеночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажи, как у Насти, как вообще проходили роды и что с ней произошло? Ой, ну, роды хорошо прошли, ребенок здоровый выписали. Я не ходила в УЗИ в последнее время. Мы жили за городом. Ребенок все, грудь приложили, все, она ела. Пять дней. На Новый год нас 1 января выписали домой. Мы встретили Новый год дома. Кирилл у меня с детьми сидел, печку топил все сам. Никто не знал, что я в роддоме. Вот он молодец, все справился. И на следующий день она резко посинела. Просто перестала. Ну, резко посинела. Вот уже 1 января в 11 часов дня ее увезли в реанимацию. И сказали, у вас страшнейший порог сердца. Вы почему не ходили на УЗИ? На сердце УЗИ почему не прошли? Я говорю, я была за городом. Вот, они говорят, а ребенок не будет жить. Если он на один день проживет, это будет чудо. Но ее под ДВЛ положили, она 2 месяца прожила у них. Они ее боялись транспортировать, что она в дороге умрет. Я говорю, нужно делать операцию. У нее здесь катетеры везде были, сосуды везде, катетеры. И как, и чудесным образом она выздоровела, да? Она лежала 2 месяца в реанимации. Она не ела, она только капельницы специальной глюкозы, вот такие препараты. Через капельницы кормили, да? Молоко, смесь никакую нельзя было. Ну, и потом у нее сказали, что вот она каждый день, мне 20 дней говорили, умрет, умрет, смерть ей там дышит в затылок. Вот этот врач мне постоянно говорил, вы не надеетесь ни на что хорошее. И вот я пошла по всем церквям, пошла Игнатий Тихо, она еще просила всех, просила, чтобы молились за Настю. Ну, Игнатий Тихо еще сказал, говорит, если выживет, то, ну вот обед дала, что воспитаю православие ее. И чудесным образом, когда нужна была операция, открылся дополнительный канал на сердце. Вот. И когда они сказали, этот канал, он неестественный для сердца, такой канал, что его в природе-то не существует у них. Вот. Но у Бога-то все существует. И потом они, когда он должен закрыться, иначе сердце тоже там что-то будет после операции. Как только сделали операцию, этот канал закрылся. Представляете вообще, чудо такое. Это все, конечно, удивительно было. То есть вот эти аорты, да, трубки там. Ну, там какая-то, да, он как-то расширился там, вот именно когда нужно было вот этот поток крови. Я не знаю, я не понимаю в медицине. Чудным образом. Да, все это чудным образом, да. А старший кто? Кирилл у вас старший, да? Кирилл. Сколько ему лет? Тринадцать. Тринадцать. Ну, он уже помогает, да? Да, я без него без рук, как я без него. Это старший мужчина у нас дома. Кто наш? Отчет. Ну, у него ответственность. Он всех их перенянчил. Он постоянно, если я куда-то уйду, мне нужно как-то отлучиться из дома. Он за них отвечает, сидит дома с ними. А я? Он может кашу сварить, он может убраться, он может дрова поколоть, печку затопить. Он все может уже. Как бы так приспособлен обеспечить себя. Успокойтесь, всем дам. Сок разлейте. Давайте сок разлейте. О, аж делай. Нет, вон Кирилл. А, Кирилл. А, Кирилл. А, вот это разлей все. Старшую девочку как зовут? Виктория. Виктория. А Виктория больше всех помощниц среди девочек, да? Ну, она как бы их учит. Она как учительница хочет быть. Вот сейчас логопеды, она говорит, они неправильно говорят, мама, надо с ними заниматься. Я буду их, ей дали книжку логопед. И она теперь их пальчиками, вот этой гимнастикой какой-то обучает. Что она такая? Тут, я говорю, мы моемся, тут у нас и кухня. У нас тут все вот на одном квадратном метре. Тут кушаем, и тут печка у нас, тут плита. Как мало? Мало квадратов. Ну, мы помещаемся все. Лен, ну, а кто, расскажи, кто сейчас угрожает? Какие были звонки, там, вот, Игнатихович говорит, звонят тебе, откуда звонят? Нам с прокуратуры и полицейские приезжали. Да. Все, вот с этим лагерем у нас. Ну, что, вот там жестокое обращение, такие вот всякие. Ну, они не конкретно прям вот так вот пришли, что я должна написать заявление там. А, ну, что, согласиться с этим. Вот какая женщина подала заявление, я не знаю, у нее сын там был. Подтвердить ее слова вот эти, ну, навязывая. Ну, и как они, они грубо отнеслись, да? Нет, они не грубо. Просто попросили, попросили подписать, да? Да. Ну, что вот такое вот такое вот жестокое обращение, что унижение детей, что антисанитария полнейшая, вот такое, что в этом лагере. Вы знаете об этом? Я говорю, я не знаю об этом. Я там сама была два года. Все там нормально. Какая санитария? Там связь с природой. А у вас антисанитария везде. Ну, и теперь они шлют повестки, да? По повестке спроху. Я говорила, что это из Томска идет. Да, телеграмма переправлена по звонку из Томска. То есть она из Томска приходит в вашу прокуратуру и потом... Да, здесь. Их там нажимают, видать, из Томска. Они сюда начинают... Вот тоже одну женщину. Это дроботы, да? Дроботы тоже были. Вот ее тоже вызывали. Она ходила в прокуратуру. Вот она рассказала все, как есть. Тоже они подговорились. Что-то все хорошо там, да, хорошо. Ну, не знаю, что добиваются. Я не знаю. Я вначале испугалась, думаю, органы опеки начнут натравливать. Вдруг что-то такое. А у меня еще тут ремонт все вот этот творится, происходит. А потом думаю, ну я же не ухудшаю, да, условия детей. Я же улучшаю ремонт. Почему я должна их бояться-то? Это в администрации Единая Россия же у нас администрация. Жилищный комитет там вот этот. Я подавала, как... 40 тысяч истратила на документы столько денег, чтобы сделать это непригодное к жилью такое вот помещение. И они мне, главное, дали бумаги, какие собрать. Все это деньги стоят. Я эти деньги последние копейки там собирала, не знаю, каким образом. В оконцовке они мне отказали. Я говорю, а почему? А зачем вы мне эти справки заставили собирать? 14 тысяч обследования дома только стоит одно, там техник в 4, там... Ты хотела попасть в эту программу... Да, 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 малоимущая семья. Ну и они отказывают, в общем, да? Отказали, да. Они признали, что я богатая мать. В общем, и когда я... У меня столько было возмущений, я ходила в эту администрацию, прям, я говорю, с Битневу главному ходила. Я говорю, почему так? Покажите тогда, если я не малоимущая, покажите малоимущих, кто они такие, хоть в глаза посмотреть. Вот. И он говорит, знаете, что вам нужно-то? Государство не дойная корова, вот. Если вам нужны квартиры детям, в детском доме будут вам квартиры. Мне там в администрации так ответили. И потом органы опеки ко мне пришли, но они не говорили про детский дом. Вот именно администрация говорила про детский дом. Потому что детский дом, это федеральный бюджет содержит, а у них нет денег квартиры раздавать. А органы опеки, когда пришли, они посмотрели, у меня у всех есть кровать, и в холодильнике есть продукты, дети чистые. И они никаких ко мне потом, ну, претензий. Я в церковь хожу, я молилась, и я прям при них помолилась и говорю, и за вас я Бога попрошу, чтобы вам все хорошо было. И они ушли с миром. Я говорю, я делаю ремонт, вот, я говорю, они говорят, мальчики с девочками совместно, уже большие мальчики-то, надо отдельно работать на поле. Они говорят, я сейчас буду строить в мае, ну, вот эту, как раз вот комнату начала, чтобы мальчиков туда перевезти, отдельно от девочек. 20 тысяч, все-таки, надо же, наверное, детям-то больше 20 тысяч, наверное, в месяц. Ну, я не знаю, нам хватает на продукты. А на зиму одежду есть какая-то? Ну, такие бэушные куртки нам собрали здесь, еще прошлогодние, я думаю, хватит. Ну, вот сапоги надо, обувь сильно, вот, обувь постоянно, это... Кадуа! Вот Андрей пришел, поздоровайся. Привет, Андрей! Хорошо. Иди! Это все. Маша, айфон! Ой, какой милый! Да, это идти надо прямо-прямо и никуда не сворачивать. Ну, ладно, хорошо. И нашечка! Спасибо, Христа. Это же женщина хочет принести продукты нам, помочь. Слава Христу! Здорово, Кирилл пришел с тренировки. Здравствуйте! Вот, Кирилл, ну мужик. Ну, только с тренировкой. Я тебя видел, как ты там, Сыгнать Тихоновичем. Молодец. Ой! А вот Кирилл пришла, сейчас. Кирилл пришла. Как бы у вас... Кирилл. Всем приветствую, всем приветствую. Здравствуйте! Она хочет быть художником. Здравствуйте! Ладно, в общем, спишемся. Ты мне скинь пока эту, карту номеру суда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok